друзья приветствуем вас на канале генетик и сегодня мы вам расскажем немножечко интересного из мира угромого серого мира веганов меня и чуть более радужного мира сыроедов да да короче костян костян же тут это у нас лечит свои за все что только можно лечить и потенцию да да не вылечивай там просто сроками типа я и по 5 лет а я 10 на был холестерин в космосе и там же индекс атерогенности космос холестерина это примерно ну как варьирует показатели где-то от 8 с половиной до 12 последние соответственно месте это было 10 12 атероген и короче из этого общего всего лишь 1,8 был холестерин высокой плотности все остальное это критерин низкой плотности вот собственно считаете индекс атероген то есть он будет вот там получается 7 коэффициента да да там получается куту на родительности привет друзья так что такого давайте кто-то монтирует для серёжа короче короче бой нас здесь бой нас ночи друзья приветствуем вас на канале генетик и сегодня мы вам расскажем немножечко интересного из мира угрюмого серого мира веганов меня и чуть более радужного мира сыроедов да да короче костяк костяк же тут это лечит свои все что только можно лечить и потенцию да да не увеличивается там просто уже срок лет типа я и под 5 лет а я 10 да типа и все ответов всем чем ты делишься потенция за записывается в кружок соответственно анонимных и патентов главное не то не то не то не надо как пусть на был холестерин в космосе и там же индекс атерогенности космос холестерина это примерно ну короче варьирует показатели где-то от 8 с половиной до 12 последние соответственно месяце это было 10 12 1 это общий атероген и короче из этого общего всего лишь 1,8 был холестерин высокой плотности все остальное это критерин низкой плотности вот собственно считаете индекс атерогенности то есть он был вот там получается 7 коэффициента да да там получается полтонера до 11 что-то скидывал до анализы до 11 ему достаточно давно предлагали пропитать ины я его запугал от этой идеи он нашел видел за питанием прошел год отказался тоже как допустим вы когда точь из-за питания начинаешь уходить по условно в морепродукты только получается оказалось что креветки тоже обладают высоким уровнем холестерина короче их тоже нельзя сам тут то есть должен приехать обновленным им еди нельзя и кальмар это же помню нельзя по конору торг тюрьма там грика что всякие такие штуки которые тут вроде смотришь на вот такая вот история и вот против и собственно качество один из астатина и две недели две недели потому что строим запугал определенной мере надеюсь дозировки 40 миллиграмм больше не потребуется ребят это крайняя мера прям сильно максимальная дозировка в сутки 80 миллиграмм у меня тормостатин соответственно пункт и все там парашки и за две недели у меня в цене показатель был 10 8 у меня упал холестерин за две недели на 6 и 8 6 8 6 9 как то так то есть 3 миллиграмма получается у меня такого христина не было с 25 лет он вот так по фиде твою его не проверял хотя в моей теории холестерин сам по себе не страшен индекс атерогенности краски все-таки я бы отслеживал до баланс соотношения а сам холестерин меня лично не напрягает и вопрос текучести холестерина это легко решает свое применение в вашем рационе лицетина это это важный момент вот костян еще две недели месяц с тартинами был сыроедом он еду по салатике орешки не обжаренные сухофрукты финики и красную рыбу слабая соли до сырую кашу сырую подсыпанную солью на ночь с лимоном до 12 штук выдерживаешь вот он уже все нормально нормально человек кушает мяско а я еще нет я еще нет ребят я обещал я все еще верен такой ортодоксальный веган максимальный максимал ортодоксальный веган действительно первые две недели я уже рассказывал да ребятам что прям я это вырабатывал чистый метанол в больших количествах мог мог составить конкуренцию газпрому просто в легкую трубу ко мне подвести и все я был бы черный поток так вот черный северный поток альтернативный а поставлял бы газ в украину да мне там все братья меня проблем нету в отличие от большинства а за деньги за деньги тем более я буду по-братски постараюсь а за деньги в принципе и соединенные штаты америки нормализовалась концу первого месяца в целом стало значительно лучше чем поначалу то есть кишечник под привык к большому количеству исключительно растительной пищи что могу точно сказать что точно заметил в коридоре овёт сила сила в принципе сохранилась на прежнем уровне если там вдруг лев то пусть заходит смотрим до с ними сила я каменщик работаю три дня сила сохранилась на прежнем уровне интенсивность тренинга стала чуть ниже то есть нужно больше времени на разминку но вот восстановление после тренировок ну если очень грубо я думаю примерно на 30-35 процентов дольше восстановления то есть боль в мышцах и возможность последующем эту самую мышечную тонировать то есть когда я мог примеру там спину такой же активности сделать через три дня в данный момент не ранее раньше чем через пять-шесть дней то есть правильно при прочих рамках то есть да он не изменилось кроме питания как это важный момент не рассмотрим когда мы начали примать разжигатель мы сразу у нас все одинаково единственное ну да это только мясо вышел и даже больше не кажется выходит реально калорий за эти диодов либо на потреблять много я сытый но я не очень довольна визуально по форме мышцы меньше жирность коручка я набрал за счет того что мышцы чуть менее жесткие менее объемные менее наполненные процентное соотношение получается уйдет в сторону того что жира процент стал больше что то же процент мышц меньше выгляжу я хуже чем было на мой взгляд венозность венозность просто короче афтунг ее просто нет как бы ее нет боль татуху вчера бил среда очень важный момент я короче ну вы знаете меня на груди и ключица плечо в прошлый раз они били татуировку я заснул на ключицах где считается прям больное больное место трицепс с обратной стороны ущипните себя ущипните себя сейчас или с корешем смотрите я вы же качки вы не можете смотреть кроме кореша так вот ущипните него за булку скажешь что больно вот я засыпал очень не было больно бить татуху я думал что все но такое больно фигня короче я вчера на стену лез от того чтобы было больно когда били татуировку я этого не ожидал это несправедливо я теперь принимаю веганов почему такие дружелюбные потому что их больно они не могут из кем ругаться вот такие дела она вещь не давал контрольный хочу в пятницу потерь сдать очень интересно что изменится получается будем сравнительно делать с анализами до с анализами до начала этого где ты не самый умный моей идеи вот тебя сейчас чем эксперименты продолжаются или ты все и все а цироидом цироидом но буду периодически может раз в квартал раз полгода так делать на самом деле легко есть но сил как бы нет но я не тренируюсь поэтому могу точно сказать скорее всего бы их не было то есть но энергии хватает как помните возможно первое время только на как раз таки мы поддержали свою жизнедеятельность то есть ты себя чувствуешь хорошо ты себя чувствуешь легко но что-то потянуть пожать как мне кажется практически невозможно то есть возможно это пойдет тренировки в собственном тени с собственным весом получать этого нажиматься подтягивать что-то это делать нужно обидно пожарить организм тебе тяжело начать чтобы было легче возможно да то есть как бы и все вот такие вам отчеты по гигантству пути там писали всякая разная но все очень элитичная я не пью с кеме внутри сейчас специально тоже убрал потому что таки она это рыбий жир но понимаю что это все не круто потому что да кстати болевые синдромы суставов начали проявляться которых не было мышцы такие по ощущениям ватные тыкачка ты легкий очень интересную штуку недавно знакомый сказал вот реально скорее всего там веган такой вот правильный человек веган он мера проживет лет там за 100 но очень такой унылый реально спокойный не интенсивный не агрессивной жизнью а человек на который не стоит может ты прочих равных там чистом питании хорошим прожить лет там может быть 80 но таких чтобы умер упав этого забираясь на какой-нибудь на эверест это будет проблема что-то в этом есть потому что действительно ощущение такой условной вялости она присутствует еще интересно в первом ролике мы в царе о том что помните горилла такая большая это не падать не бананы бык он такой траву одну жует тут такая ситуация что существует лев вот и лев надо мясо ест и он не умер от этого но он тоже сильный там с мышцами и так далее поэтому я склоняюсь к тому что я очень сильно жду возвращение на излюбленную мной кето диету ребята как я себя хорошо чувствовал камень была отличная форма на кето кстати а кето ты делил прием пищи делал кето дробным типа в один прием только белки вторые только жиры нет нет всем сами все вместе конечно вкусненькое жирненькое мясо авокадо салатик вот тем более в принципе это диеты он же еще основан на том чтобы снизить инсулинорезистентность определенные виды белка большинство видов белка особенно постного белка то есть обезжиренного они поднимают инсулин когда этот белок вместе с жирами идет снижается инсулина поэтому кстати я могу вам рекомендовать всем кто боится повышение инсулина там от протеина сывороточного крутейший способ решить этот вопрос с пользой дело это купить лицетин и мСТ масла и по одному черпаку закидывать протеиновый коктейль вы получите безумно полезные жирные кислоты и получите безумное улучшение профиля скачка инсулина скорость растворения инсулина вы получите больший отклик от полученного белка высокого высокого экологической ценности сывороточного белка который не на покрытие энергозатрат то что энергозатраты покроют мСТ масла а мембрана клеткам поможет лицетин и белок пойдет именно на структурную соединительную ткань поэтому будет супер мега круто то есть в данный момент точно также гороховый гороховый протеин я пью с ложкой глицетина и ложкой масты масла вот такие дела думаю скоро будет третий выпуск на следующей неделе уже с анализами расскажу что я сдал почему сдавал и такой маленький спойлер ребята у меня уже хочу хочу два или три года у меня один онкомаркет который очень сильно повышен был одно время он был повышенность не ошибаюсь в восемь раз про онкомаркеры я расскажу отдельно то что это время сам узнал с 72-4 по моему вот расскажу что мне специалисты сказали вообще про него и про это значение что они про него думают и расскажу вам чего динамику посидеть за почте электронный найти все свои анализы там за два года и как он вообще менялся я податом до расскажу в период времени как я питался как это все выглядело и сейчас краски увидим вот динамику еще за месяц его изменения потому что в принципе он был достаточно для меня низкий перед началом веганского питания если он вдруг еще снизился это типа прям возможно сделать выводом что это повлияло потому что мне сказали что этот онкомаркер краски может повышаться не как онкозаболевание да символом да или обозначением а непосредственно от того что большой приступ потребляемого краски мяса так что мы это все увидим это действительно интересно этого наверное вы нигде не увидите особенно не в разрезе проплаченных научных исследований а просто чуваков которым нечего делать вот такие вот дела да вы наверное думали что будет про гормонку да ролик потому что я в футболке самотекс ребят я помню что вы хотите ролик про гормон роста напишите еще раз вопрос про гормон роста внизу пожалуйста чтобы не отматывать ленту под прошлый видеоролик сейчас я понимаю заканчивается карантин вы сидели дома вы все жирные ублюдки обдрещавшие я просто хотел намекнуть чтобы тебе было обидно поэтому давайте собирайтесь там начинать разминаться дома full body там недавно вышел как дома с бутылками не садиться на них а качаться ими всем пока лайки комментарии поделиться с друзьями еще было интересно пока я каменщик работаю три дня